Вот и лето прошло, словно и не бывало. Да, 4 сентября. А быстро-быстро промелькнуло лето, друзья. Но всё ещё ловлю я солнечные деньки. И вот в проливе Соланд вода намного теплее, чем в проливе Ла-Манш. Вчера мы купались в проливе Ла-Манш, и вода, конечно, там намного холоднее. А здесь пролив Соланд, он мелкий, он прогревается очень хорошо, и чудесная тёплая вода. Ну, тёплая, скажем так, относительно на любителя, но всё-таки, конечно, теплее намного. Я не могу сказать, сколько градусов вода. Меня спрашивают многие, а сколько вода градусов. Не знаю, друзья, никогда не приносила с собой градусник, чтобы мерить температуру воды. А здесь у нас пляжи не настолько продвинутые, чтобы здесь вывешивалась температура воздуха и температура воды на пляже. Здесь сейчас очень быстро прибудет вода, прилив идёт очень активно, и вот, вы знаете, не пройдёт, наверное, получаса. Я вам покажу опять вот этот вот каменный такой здесь персик, и он будет уже весь в воде. Ну вот, смотрите, как прибыла вода, и я вам показывала этот же самый столбик красный на маленьком персике, который теперь полностью закрыла вода, и она ещё прибывает, и будет даже вот этот маленький персик закрыт водой. Вот так. Практически полная вода, ещё немного подойдёт, через полчаса будет полный прилив. И снова всем здравствуйте, друзья мои! Я обещала вам рассказать о моих новых встречах с новыми английскими мужчинами, и сегодня как раз моё видео будет именно об этом. Я расскажу вам, с кем я встречалась за прошлую неделю, и даже за позапрошлую неделю тоже не про всех успела вам рассказать. И первый мужчина, о котором я хочу рассказать, это Джек, и он живёт на острове Уайт. Он живёт в каосе, и, в общем-то, как раз именно это обстоятельство дало нам возможность с ним встретиться сразу же после того, как мы, немного попереписываясь, поняли, что мы оба с острова, и почему бы нам и не встретиться, и не откладывать в долгий ящик нашу встречу. Сейчас я вам покажу его фото. Это фотография с его анкеты. Он пишет, что ему 64 года, что он вдове. Ну, такая, знаете, общая информация, как обычно пишется в анкете. Он написал, что у него небольшой бизнес здесь на острове. Ну и вот мы с ним решили встретиться. Я предложила Квереби, в котором я предпочитаю встречаться, там интересно сидеть. Я подъезжаю к назначенному времени, подхожу туда в кафе, смотрю, там много людей. Я стала озираться по сторонам, не вижу, растерялась, и мужчин много сидит. И вдруг смотрю, один из них мне машет. Ну, я думаю, слава Господи. Подхожу, это вот этот вот Джек. Ну, в общем, он пошёл, как обычно, заказал кофе нам. Стали разговаривать. Ну, и я, конечно же, сразу ему говорю, ой, как хорошо, что ты мне помахал, потому что я тебя вообще не узнала. Ты на фотографии совершенно другой. А он так удивился, что, почему, а что такое со мной не так? Ну, во-первых, я могу сказать, что он был в реальности уже довольно-таки длинненькой такой бородой, испаньёлкой, борода седая. Она абсолютно меняет его внешность, скажем так, понимаете. Вот. И потом он был намного худее. Он и на фотографии-то на этой не сказал бы, что уж такой, знаете, упитанный мужчина. А тут он просто, знаете, очень худой. И потом он довольно-таки высокий, наверное, где-то под два метра. Потому что, когда он встал, я поразилась, какой он высокий. Ну, в общем, опять, знаете, типичная такая английская внешность. Ну, и я ему это говорю, что я вот с трудом узнала, выглядишь по-другому. И вы знаете, ему это не понравилось. Он говорит, ну, знаешь, ты тоже выглядишь по-другому. Ну, сразу перевёл на меня стрелки. Я говорю, а что такое со мной не так? Ну, там некоторые фотографии. Видно, что это было снято давно. Я говорю, ну, все мои фотографии, конечно же, лучшие. Я выбираю само собой. И, говорю, и там в течение пяти лет сделаны эти фотографии. Ну, ладно. В общем, мы обменялись любезностями, скажем так. Ну, и дальше он начал мне рассказывать о своём бизнесе. Он сказал, что он сейчас с сыном со своим старшим занимается вдвоём бизнесом. А бизнес у него – это несколько отелей, в том числе два отеля, значит, на острове Уайт. И ещё три отеля там, на Мэйнленд. Я, конечно, поразилась. Думаю, ого-го, ничего себе. Хозяин отеля в пароходах опять. Что происходит? Как получается, что такие состоятельные мужчины, они там на сайте ищут женщин? Вот это, конечно, меня немного порадовало даже и удивило. Ну, и дальше я стала расспрашивать, как это, наверное, сложно. Столько отелей. Что за отели? Как? Какой у него там персонал? Много ли людей? Он говорит, ну, сейчас уже эти отели, вот после ковида я два переоборудовал, один отель продал. Значит, ну, вот у меня осталось вроде как три. И сын, конечно, мне очень сильно помогает. Но вот, к сожалению, самое главное – это то, что умерла моя жена несколько лет назад. А она была, в общем-то, сердцем всех моих отелей. Она настолько была в этом всём бизнесе. Она у меня такая работящая. Она работала просто, не покладая рук. И она была и главным менеджером там, и в бухгалтерии она там следила за всем. Она даже с горничными порой бывало, убирала номера, когда был такой сезон глубокий, большой и много народу. Я, знаете, поразилась. Думаю, да, вот это значит, она бедная, она дорвалась. И она, поэтому, наверное, умерла. Но я спросила, почему, что случилось, почему умерла его жена. Ну, да, и он так и сказал. Она умерла внезапно от сердечного приступа. И я, говорит он, продолжая, теперь вот всё ищу и ищу женщину, похожую на мою жену. Такую же трудягу, такие же, чтобы были у неё золотые руки. Ну, и вот я сижу и думаю, да, как-то мне не хочется, вы знаете, пахать там, как папа Карло, на этого странного мужчину с его отелями, что он даже не мог свою жену уберечь. И я ему дальше говорю, ну, наверное, вы знаете, что я ведь тоже работала в отеле. Сначала работала в огромном отеле там в Москве, а потом работала здесь ещё в Шанклине в отеле. И я знаю, насколько это тяжёлый труд. На что мне Джек отвечает, так я читал твою анкету, что вот у тебя там написано, что ты работала долгое время, ты знаешь отельный бизнес, и поэтому-то я и решил с тобой встретиться. А почему бы и нет? Может быть, между нами искра загорится. И я опять сижу и думаю, что-то как-то, по-моему, никакой искры тут у нас не будет, судя по всему. Ему нужна женщина не для какой-то искры, знаете, или вот на самом деле человек рядом, а ему нужна женщина, чтобы она помогала ему, продолжала пахать, как папа Карло, на его вот этот вот бизнес. Да и вообще, вот это вот как-то мне странно очень было узнать у Джека, что у него масса отелей. Он, кстати, даже сначала, видите, сказал пять, потом сказал несколько продал, потом что-то такое, начал еще там темнить, когда я спросила, где именно его отели находятся здесь на острове. Он сказал, один в Вентнере, один там вот еще где-то, так и не сказал где. Ну, как-то, в общем, знаете, я думаю, может быть, это все не очень-то похоже на правду. Меня смутило то, что, когда я спросила, какой у него оборот, сколько людей у него там бывает в среднем в год по его отелям. Мне интересно было узнать вот именно оборот его бизнеса. Но не потому, что, знаете, я там что-то прям такая алчная интересуюсь, а просто чисто по-человечески, так как это действительно моя специальность. Я же финансовый директор была в отеле в Москве. Ну, и, вы знаете, он не смог мне не ответить вразумительно ни на один вопрос. И это как-то тоже меня немного удивило. Да и потом внешность его, как он был одет, потом вот как какая-то неухоженность чувствовалась и в его одежде, и в его внешности. Может быть, что-то тут я не понимаю, но мне кажется, что человек с такими возможностями финансовыми, он бы должен был выглядеть совершенно по-другому. Но и потом, согласитесь, что искать себе жену на сайте знакомств тоже, наверняка же у него есть какие-то знакомые, круг друзей, он англичанин коренной. Как это можно? У меня не совпадают все вот эти вот истории. А еще меня, знаете, удивило то, что он, вот мы разговариваем, уже перешли давным-давно на другую тему, а он все возвращается и возвращается к тому, что я ему сказала, что он не похож на свою фотографию, что вот он по внешности изменился. И он все спрашивает и спрашивает у меня. Да что вот, как ты считаешь, а что я изменился, а что я плохо выгляжу, а что со мной не так, вот это все. Знаете, как женщина. Я почему-то думала, что все-таки женщины больше на свою внешность обращают внимание и зациклены на своей внешности, но нет, оказывается, что мужчинам тоже это немаловажно. В общем, мы еще немного посидели с Джеком. Я смотрю, что пора бы уже, наверное, уходить, что-то как-то искра совершенно не пробежала. И, по-моему, это было обоюдно. Ой, я ему сказала, что я совсем забыла. У меня тут встреча с друзьями, он согласился. И вот так вот мы с ним расстались. Чмокнул он меня на прощание в щечку, сказал, что мы на связи, если что. Я говорю, конечно, конечно. И на этом закончилось все. Ни он, ни я больше совершенно не изъявили желание продолжать. Ну и еще про одного мужчину и еще про одну мою встречу я сегодня вам хочу рассказать, друзья. Так что не убегайте далеко. О, еще одна история впереди. И опять еще один великолепный день впереди. Да, сегодня у нас 4 сентября 2023 года. И сегодня у нас плюс 22. Уже который день светит солнце на острове Уайт. И погода прекрасная. Что я еще хочу сказать вам, друзья, о своих встречах и своих новых знакомствах. Может быть, кто-то все еще и не понял. Я хочу сказать, что вот такой вот именно активный образ жизни, вот такая вот движуха, вы знаете, я считаю, что она необходима и обязательна, потому что для меня сам процесс поиска мужчины является стимулирующим фактом. Вот я вам никогда особенно не рассказывала, что я же ведь готовлюсь. К каждому свиданию я готовлюсь очень серьезно. Я занялась своей кожей лица. Я делаю маски через день из разной глины. Я делаю массаж лица. А я также сделала милирование и подстриглась. Еще более коротко и еще более модную стрижку сделала. Нашла себе чудесного парикмахера, женщину из Румынии. Вот к ней хожу. Также я делаю педикюр. Ухаживаю за своими ножками. Маникюр, конечно же, тоже. И вот только так я иду на очередную встречу с мужчиной. Я уважаю мужчин. Хотя вы знаете, вот мне подруга моя, Людмила, которую вы уже знаете, вот свадьба у нее недавно была, и я вам показывала, она мне советует не особенно заморачиваться, говорит, иди такая, какая ты есть, и будь естественной, и даже не думай, что-то там такое комплексовать по поводу своей внешности или по поводу того, как ты выглядишь. Но я все равно, друзья, комплексую, и все равно стараюсь выглядеть лучше. А потом я, вы знаете, что думаю, когда бы еще я начала так за собой ухаживать, если бы вот не эти встречи. Очень хорошо стимулируют они меня. Поэтому, друзья, я вам и говорю, что для меня важен также и процесс поиска мужчин. Да, так вот о моей еще одной встрече. Вернее, даже я могу сказать, что неудавшийся такой эксперимент для меня. Не все ведь получается так, как мы хотим, во-первых, а во-вторых, не все получается замечательно, а часто бывает, что и срывается что-то, или совершенно мужчина не тот. И вот как раз о таком своем неудачном экспириенс, как говорят, неудачном опыте, я и хочу сегодня рассказать. Тоже очень даже неплохой мне показался мужчина. Мы с ним стали переписываться с одним из первых, пожалуй. Вот зовут его Ян. Ему 73 года. Живет он тоже в пригородах Лондона. Лондона, по-моему, где-то в 150 милях от Портсмасса. Ну и я посмотрела на его фотографии, и он мне написал, вроде бы как неплохой мужчина, тоже вдовец. И, вы знаете, сразу же мы обменялись телефонами. И вот мы стали созваниваться, и мы даже с ним разговаривали по видеосвязи. Меня тут многие упрекают, что я такая наивная, что я не смотрю на мужчину, вот по одной фотографии сужу. А я могу сказать, что это абсолютно ничего не имеет значения. Вот как раз история моя с этим Яном, она это и подтверждает. Мы с ним разговаривали, он мне названивал буквально через день, каждый день. И разговаривали чуть ли не по часу. И он мне, знаете, громогласным голосом, он бывший военный, опять же, настоящий полковник. И вот он мне рассказывал и рассказывал. И через каждые, знаете, фразы он хохотал. Он сам от себя просто был в восторге от своих вот этих длинных рассказов о своей жизни. Что вот он сейчас наслаждается жизнью. Он только ищет себе спутницу, чтобы разделить свои прекрасные времяпрепровождения. Вот то, что он путешествует везде. И что он прямо такой обеспеченный. Он бывший военный моряк. И вот он на пенсию ушел раньше. И сейчас он уже достаточно попутешествовал. И он знает много различных мест. И у него хватает еще сил, энергии, желания осчастливить какую-то женщину. И он, знаете, меня, конечно, тоже он осмотрел, поговорив со мной, сказал, что, ой, ну именно такую женщину я ищу. Я просто в восторге. А еще, сказал мне, у нас такая многонациональная семья. У меня две невестки. Они одна афроамериканка, так скажу, да. Вторая, по-моему, какая-то азиатка. И мы всех принимаем. И все замечательно. Не волнуйся, не волнуйся. Я знаю, я понимаю, как это трудно иногда. И с английским тебе помогу. В общем, просто чудесно. Каждый день названивал. И мы с ним договорились о встрече. И он, зная, что я живу на острове Уайт, тем не менее сказал, что ему очень далеко до меня ехать. Это 150 миль. И дорога трудная. И, в общем, не хотел бы он на автомобиле еще и переправляться. Да и потом, вы знаете, дорого очень. Автомобильный паром, он сейчас больше 150 фунтов стоит. Ну, ладно. В общем, я согласилась купить опять билет на пассажирский паром. Это туда и обратно 32 фунта, кому интересно. Тоже, в общем-то, не так и мало, скажем прямо. Но раз уж я на острове живу, то я, как бы, знаете, иду иногда вот на компромиссы и еду сама навстречу именно на большую землю. И здесь точно так же. И вот мы с ним договорились на одну из суббот. Это было, наверное, за две недели наша договоренность. И он все вот это названивал мне почти каждый день в течение этих двух недель. И в конце концов осталось несколько дней. И я, вы знаете, обычно как-то никогда заранее билеты не заказываю. Мало ли что. В принципе, можно просто подъехать к пассажирскому этому парому. И там в кассе покупать билет без всяких проблем. Потому что, вы, наверное, видели, я показывала, у нас эти пассажирские паромы. Они ходят полупустыми. Не так и много здесь людей курсируют постоянно на Мэйнленд. И я чего-то вот как-то, вы знаете, впервые, наверное, когда уже, по-моему, в четверг мы с ним разговаривали уже время. Осталось один день до субботы. Суббота утром встреча. Он мне говорит, ну, купила ты билет, все в порядке. Я подъезжаю утром туда, в Портсмасс. Мне надо еще найти там парковку. Я говорю, ладно, ладно, хорошо. На 9 утра, может быть, тебя устроят. Да, и я тут же вечером после нашего с ним разговора захожу онлайн и заказываю себе и покупаю себе билет утром на субботу. Слава Богу, что купила билет только в одну сторону. Обратный не купила. Думаю, как пойдет, не знаю еще. И что вы думаете? Я ему пишу, что вот так-то, так-то у меня уже билет на руках, вот такое-то, такое-то время. И он мне перезванивает, это было уже пятница. И он мне говорит, ой, ты знаешь, а я что-то подумал и я чего-то передумал. Я решил, что это я в такую даль поеду, да и вообще, какие у нас перспективы. Если ты живешь на острове, а я живу здесь на Мэйнленд, я же не наезжусь к тебе постоянно. И, в общем, у нас никакого смысла нет, наверное, в наших встречах. И не стоит, и я, наверное, не приеду. Вы знаете, я чуть не упала. Думаю, ничего себе, блин, заявки. Это мы с ним разговаривали 10 дней. Я же говорю, по часу. Только что. А, он еще все мне спрашивал. Что тебе привезти? Тебе привезти кейк-торт? Тебе привезти цветы или тебе шоколад привезти? Я говорю, торты я не ем. И, в общем-то, мне особо ничего не надо. Но, если ты хочешь, то, пожалуйста, привези мне шампанское с шоколадом. И он такой, о, да, не знаю, где ли найду шампанское. Как тут получится? Я говорю, тогда вообще ничего не привози. Ну, и вот он все, вот это, знаете, ха-ха-хи-хи. И, в конце концов, он мне говорит, я не приеду. Как я психанула, вы не представляете. Я стала пытаться вернуть обратно этот билет, а там, оказывается, нет. Уже за 24 часа никакого возврата денег, и билет просто пропадает. Думаю, вот это да. Я впредь буду намного аккуратнее с мужчинами. Ну, и я, конечно же, вы знаете, я даже не стала ему звонить, потому что возмущения моему не было предела, но я ему написала. Я написала, используя переводчик, потому что я так даже сказать по-английски, все, что я хотела ему сказать, я подумала, я вряд ли смогу. А с переводчиком у меня получится. Ну, и я, конечно же, ему написала, что он очень непорядочно поступил, что так мужчины вообще не поступают. И то, что вообще он использовал меня, столько моего времени потратил на эти совершенно бесполезные разговоры. И, в общем, я ему написала, что ты еще там у меня спрашивал, что привезти, торт или цветы. А нормальный бы мужчина вообще не спрашивая, привез бы и торт и цветы. Ты все что-то там подрежался, что тебе дорого будет, бензин и все остальное прочее. А сам, даже не подумав, ввел меня в такие растраты, что я купила билет. Ну, и ты до последнего почему мне не сказал, что ты переменил свое желание встречаться. В общем, написала, что больше видеть тебя не хочу, я тебя блокирую. И вы знаете, не прошло, наверное, пяти минут, как он стал мне названивать. Я не взяла трубку. Он стал мне писать, что, может быть, он неправильно, да, он неправильно поступил, он не подумал. Нет-нет-нет, давай все назад, я приеду-приеду. Конечно же, уж если ты билет купила, то давай встречаться, я не против. И вот в течение всего вечера, пятницы, он мне все писал, я все жду еще, я буду ждать до 11 ночи, чтобы мне завтра утром выехать, я готов выехать. И я понял свою ошибку, и ты должна мне дать шанс исправиться, потому что все люди делают ошибки. Да, да, вот я сделал ошибку. Да, я готов. Ну, я, конечно, понимаю, что я уже тебе испортил настроение. Возможно, наша встреча, она уже не будет такой радостной, как хотелось бы. Но я привезу все, что ты спрашивала. Я привезу шампанское, и я привезу шоколад, и я привезу цветы. То есть, как это интересно, подумала я. Надо же! Когда я помалкивала и ничего ему не говорила, то все, как бы он наезжал и наезжал, вы знаете, и наглел все больше. А когда я, разозлившись, там его обозвала и послала подальше, как говорится, от всего сердца, он вдруг, видите, повернул все назад и стал извиняться, и стал просить возможности все исправить. Вот как бывает иногда странно. И тем не менее, я, конечно же, не поехала. А билет пропал, деньги я потеряла. И, вы знаете, подумала, что на самом деле зачем уже ехать? Настроение у меня было бесповоротно испорчено. И этого мужчину я уже, конечно же, не рассматривала как серьезного претендента для нашей какой-то совместной жизни, да и вообще. Но он, вы знаете, все равно мне даже в субботу написал, что он понимает, что я очень обижена, но он будет ждать, возможно. Со временем я поменяю свое мнение, и я буду более благосклонна к нему, и он готов даже приехать на остров Уайт. Вот так бывает. Такая история, друзья, случилась. И впредь я решила, я буду очень осторожной. Заранее билеты покупать я уже не буду. И после вот состоялась моя встреча с Джоном, о которой я рассказывала вам, Джон и Лексус, так вот там я как раз уже купила билет, когда я поехала конкретно. Поэтому вы знаете, что я еще раз хочу подчеркнуть. То, что вы будете с человеком разговаривать по видео, то, что вы будете с ним каждый день разговаривать по телефону, по скайпу, ватсап или как там еще, это ничего абсолютно не значит. Вот такие сегодня у меня для вас две истории, друзья, моих встреч очередных. Не все бывает гладко, как я еще раз подчеркиваю. Я свои встречи продолжаю. У меня для вас еще есть две истории, которые я хочу рассказать. И еще у меня есть для вас новости. Это все будет в моем следующем видео. А на сегодня у меня для вас все, друзья. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всем удачи, всем всего хорошего. Не забудьте поставить лайк, те, кто еще этого не сделал. Не забудьте подписаться на мое видео, те, кто еще не подписан. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok